На берегу Камы расположен поселок переселенцев Семрук. Здесь есть все атрибуты жизни людей, оказавшихся в ссылке и тем не менее строящих жизнь в аду. В восьмисерийном проекте, над которым работает кинокомпания «Русская» для канала «Россия-1», немало узнаваемых персон, лаишевские жители в роли статистов, изображающие переселенцев, казанские артисты, местные детвора, выдерживающие 12-часовой съемочный день и даже герой этой мизансцены. Четвероногий пес Фунтик, работающий под присмотром своего хозяина Игоря. На цепи сидеть, лаять, с детьми играть. Главное, чтобы активный был. Поселок Семрук, который стоит на реке Ангара, это семь деревянных строений, включая школу, комендатуру, лазарет и, конечно же, самое большое здание здесь – это клуб, где культура насаждалась любым способом во все времена существования любого исторического режима. Самое большое, самое технически сложное для постройки – это был клуб. Ну, во-первых, он 11 метров высотой, у него многогранная крыша, практически без опор внутри. Технически было самое сложное построить клуб, потому что он стоит на бревнах, не на сваях, сваи не удерживают такой вес. Воссоздать историческую атрибутику в показе масштаба сталинской гигантомании и стремления к светлому будущему – плод усилий группы художников. Делали фильм «Викинг», тем летом делался фильм «Скиф». То есть, в основном мы берем историчку, какие-то интересные проекты. То есть, не наше время, а 18-й век, 19-й, война, что-то такое. Итак, группа переселенцев уже на острове и осваивает новую территорию. У исполнительницы главной роли Зулихи Чулпан Хаматовой новое прикосновение к делам минувших дней. После темы Лили Брик в драме «Маяковский» и Нелла Ахо Белла Ахмадулиной в сериале «Таинственная страсть». Это еще и постоянно откидываться в то время и сверять данные, что происходит сегодня и что происходило тогда. И к такому же сожалению эти данные стали все чаще и чаще совпадать. Если я тебе прикажу, ты у меня один, сука, будешь колхоз поднимать без бычков и без мужиков. Чел ты будешь землю пахать, а не инструментом. Ну он человек системы. Обвиняйте вы его, не обвиняйте. Время было такое. И так существовали, так люди пристраивались, так выживали в конце концов, по большому счету. Значит еще не все было потеряно в нем окончательно. Поэтому в любом случае вот эти перепады, перепады, они самые ценные. Мы все слышали о таких людях, которые были репрессированы в свое время. Это в общем как бы, ну так скажем, для нашей страны очень типичная история. Очень типичная. Телесериал «Зулиха открывает глаза» снимает режиссер Егор Анашкин. Его предыдущая работа «История кровавой барыни» Дарьи Салтыковой, сделанной на стыке исторической драмы, мистики и хоррора заставила взбудоражить воображение. В небольшой роли снимается и второй режиссер нового проекта, актриса Лилия Пысларь. Пока вот из более исторического кино легче всего пока воспроизвести 80-е. Потому что это еще пока существует вообще в таком спокойном доступе. И на мосфильме это все присутствует, и при костюмах это все очень удобно. Потому что эпоха барыни, это все шились костюмы, их уже не существует. Они даже брали их на прокат, по-моему, в Чехии, некоторые виды. А 80-е они еще есть, они еще не такие стертые, и реквизит есть. Это тоже сложновато, но то было намного сложнее. Потому что все исчезает, пропадает, приходится изготавливать, бутафорить. Мне пришлось очень много поработать с самим собой, чтобы к этому относиться без депрессии, скажем так. Потому что нужно же играть, еще нужно играть к человеку, который убивает людей пачками. Поэтому, в общем, это был большой труд. Начать в этом видеть какую-то жизнь. Как и Зулейха, открывшая глаза на свою судьбу и жизнь, так и все участники проекта, работающие в эти дни на съемочном татарстанском марафоне, познают историю не в первый раз. Кино дает нам эту возможность со всей мощью сегодняшнего аудиовизуального пространства. Мотор. Ребят, мотор. Камера. Обрата, тапушка. Дмитрий Пиаваров, Роман Фенин, Телеканал Эфир.